здравствуйте друзья восстаем из тени начинаем жить наконец-то мы снова хотим оторвать от судьбы то что она готова нам дать и начинаем разбирать новую тему которая сегодня будет затрагивать насущную тему семейных отношений что в них мешает нам развиваться и быть успешными первая проблема ну скорее всего это недоверие между партнером и недоверие к партнеру для многих супруг особенно в начале их отношений возникает ощущение что партнер еще не очень понятен и хочется его проверить на надежность поставить ситуации которые пока или то что этот человек может позволить нам расслабиться или напротив заставить насторожиться искать новые пути поиска доверия чем меньше человек верит в себя испытывает некое внутреннее ощущение стабильности урновешенности тем больше он требует от своего попутчика буквально впивая с ним отсюда ревность и страх расслабиться в отношениях перестать его чрезмерно контролировать как и саму ситуацию ощущение напряжения тревоги ну например большая часть анаргазмичных женщин именно из-за этого не способны позволить себе испытать оргазм расслабиться и получить удовольствие от жизни и от отношения с партнером спросите что делать но вы же понимаете невозможно за нас и без нас решить наши проблемы а потому не груз былых душевных травм жизненного опыта не правданных ожиданий не исчезнет сам по себе или внезапно бесчисленное множество бед готовит нам непредсказуемый агрессивный мир в самой главной опасности и вы понимаете о чем я говорю представляет для нас самих что да мы сами если есть что-то беспокоящее нас значит для этого есть ряд внутренних проблем причин которые надо проработать самому или быстрее эффективнее с психотерапевтом а пока мы не отпустили то что надо отпустить не простили непрощенные не пережили непережитые стоит хотя бы позволить себе делиться этим с партнером обсуждать и искать возможные выходы и компромиссы естественно сама по себе ситуации не разрешится доверие это хрупкая субстанция который нужно строить постепенно терпеливо как из маленьких детских кубиков из маленьких маленьких деяний 2 нас не научили видеть хорошие партнеры и мы считаем что в первую очередь надо обращать внимание на его недостатки так получилось в обыденной жизни мы не замечаем хорошего просто потому что считаем что это само собой разумеется она нормально а вот плохой наоборот партнер недопустимо и обращая внимание собеседника на недостатки с той благой целью чтобы он пришел в норму исправился и в итоге партнер воспринимает как наезд критику или агрессию на него и вместо того чтобы задуматься и исправить ситуацию он начинает оправдываться защищаться или подпринимает ответную агрессию что делать ну во первых всегда понимать что все мы несовершенные способны совершать ошибки вместо критики используйте поощрение хорошего поведения ну как многие умные родители делают подношение к детям или просто делитесь с супругом своим переживанием по поводу содеянным им или вами говорить о своих чувствах или переживаниях вкусах мнениях а не о плохом поведении партнера если он не умеет заботиться и проявлять внимание ну например он не выйдет с этого из своей родительской семьи или жизненного опыта просто потихоньку приучайте его это делать всячески поощрять даже самые маленькие шажки в этом направлении умная женщина способна изменить многое если не все естественно не ценой своего счастья если ваше самочувствие небезразлично то он сам найдет способ исправить ситуацию а если же ему это не интересно то вообще что же вы делаете в этих отношениях задайте себе этот вопрос я хочу вам рассказать некую восточную притчу одна умная женщина уж которая никак не мог уделить ей внимание и время и всегда оставался слепкой ее красоте решила помочь себе сама и вот однажды вещи она игре подвинусь поближе к мужу зарывшемуся при этом в своей бумаге разве мои волосы не похожи на золото начала не отрываясь от книг ее мужки но так ты права жена продолжала разве мои зубы не похожи на женщин ударом в ответ разве мои руки не так же нижней как утренний прохлад еще бы еще разе мои ноги не так изящно как будто вырезаны слоновой кости продолжала конечно конечно разве мое тело не так белом как мрамо куда ты говоришь правду ответил муж который уже не мог так усердно заниматься своими делами концентрироваться на работе все чаще начинал поглядывать на жену в то время как она продолжала разве я не так же стройна как кедр да действительно так и есть жена время подвинулась еще ближе спросила разве меня фигура не похожа на китайскую вазу куда разве моя грудь не так упругая круглая и свежая как чудесный перец тогда жена просилась ему на шею и ласково зашептал какой же у меня чудесный муж какие замечательные слова ты мне говоришь но и как ну естественно для вас такой опыт не очень привычен но если бы захотели получить желаемое я думаю что вы нашли бы в себе хитрости можно сказать мудрости для того чтобы поступить так же 3 инфантилизм ну подумаем что же это может значить совершенно естественно что мы приходим собственные семейные отношения с грузом взглядов привычек убеждений тащащихся за нами из родительских отношений или своего детства это не плохо не хорошо совершенно обычно женщина старается остаться маленькой беспомощной девочкой за которой большую часть вопросов и проблем должен решать теперь уже супруг не родители а мужчина кажется себе подарок переходящим из рук в руки от мамочки по наследству в пользование к супруге нам трудно вырастать болезнь но необходимо и иначе ваш партнер рано или поздно перестанет воспринимать вас всерьез ведь он не намерен лично таскать за собой отказывающий взрослеть недотеку а значит вполне возможно что со временем вам просто пренебрегут что делать ужасно трудно учиться не только брать но и отдавать смириться с тем что теперь надо вместе с правами внести обязанности становиться взрослым но чем раньше ребенок это начинает дело чем быстрее естественно проходит процесс но более без болезни взрослому уже стоит привыкать долго и болезненно переучиваться естественного ответственного поведения многим на это требуются годы старания а некоторые категорически не хотят его это дело до старости взрослеть себя и свою супруга трудно и ну или благодарны задачи здесь надо обладать терпением умом способности отделять главное от простепенной ну естественно если вам трудно всегда вы можете обратиться к хорошему учителю или наставленным к психотерапевту и получить свою помощь но ребята попытался обсудить все нюансы ну какие вспомнил касающиеся вот семейных отношений этих трудностей естественно это не полный список и мы не охватили все нюансы семейных конфликтах и отношений трудностей в семье но уже отнял вас очень много времени боюсь чтобы вот не утруждать вас чтобы ваше внимание рассеялось я постараюсь разбить свое видео на несколько частей но думаю пока на две части и в следующую часть опубликую через недельку до новых встреч я думаю что если в этой части мы не захватили какое-то значимое для вас проблем вы можете догонку мне послать свои комментарии и я попытаюсь добавить его в свое следующее видео ждите новых встреч ваш доктор Куров